Всем доброго дня, с вами ОМЗАП. Сегодня пойдет речь о коммерческом транспорте, который у нас обслуживается. Это Hyundai Porter 1, 2, 3, также Kia Bonga, допустим, есть которые с кузовком, с будкой, с кузовком. Допустим, вот такой вот, как они считаются, как фермер, что ли, такой деревенский. Так, речь пойдет о том, что отношение к авто, когда у нас есть редкие экземпляры, когда хозяин авто, там, Hyundai Porter или Bonga, частник, тогда вопросов нет. Но когда это какая-то фирма и ездят наездники в виде водителей на них, то сейчас покажем, к чему это чаще всего приводит. То есть убивают до конца, до самого конца, не смотрели, не следили, не жалели, разбили. И в итоге очень часто мы выслушиваем, что да вот как так, откуда вы взяли такие деньги, там, ремонт 250, 300-500. Потому что помимо ремонта двигателя у нас также есть сломанная топливная система, при разборке выявляется, навесное оборудование, то есть ремень, ролики, что-то еще. То есть очень-очень много. И сумма выскакивает очень большая. Вот у нас на этой Киа-Бонго, она... Отчитаем сначала предпосылки. Ну давай-давай, что тут у нас предпосылочки. Киа-Бонго, пробег... О, год. Смотри, тут как написано. 0,2, 0,1, год. Бонг-3. Так, вообще, и пробега не указано. Что за ерунда? Блюсь, пусть 500 тысяч пробегает. Нельзя так 500, ладно? Большой. Мы сейчас опустим и глянем, потому что здесь чуть не указано. Кто-то допустил оплошность. Так, верхняя цепь перескакивает на горячую. Как перескакивает? Ну, если она перескочила, машина глохнет и не заводится больше. Или ломает рокера, что-то еще там происходит. А она, главное, перескакивает. Такое ощущение, ну, тут написано так, что она перескакивает, потом встает на место и... На холодную отлично ездить, а вот на горячую перескакивает. Ну, ладно. А на холодную перескакивает обратно. Наверное, да, так и есть. Так, больше тысячи километров. Горит чек. Че? Блин, вообще, жесть, какая-то, короче, штука. Ладно. В итоге. В гремя цепи стоит большой очень шум. Заводится с 10-го раза, скорее всего, перескочила на один зуб. Дело в том, что в двигателе D4CB, когда, неважно, евро 4, 3, 4, 5, 6, когда перескакивает на один зуб, неважно, нижняя, верхняя цепь, датчик распреда будет видеть и будет запускать ее там либо с первого раза, либо с десятого. Либо она будет заводить децеглопну. Когда перескакивает два зуба, тоже, опять же, неважно, какая цепь, и то клапан встречается с поршнем. Сразу первое, что делается, меряется давлением масла. Давлением масла замерили, его практически нет. 0,9. И сразу же в таких случаях не нужно там менять цепь или что-то. Надо вскрывать поддон, потому что это, опять же, напомню, это D4CB. Это первое. Второе, мы сразу узнаем, кто владелец данного авто. Короче, вот такой гудрон-то здесь. Вот такой. Здесь непонятно, здесь даже от перегрева как будто эмульсия или масло свернулось. Вы знаете, очень часто мы стали сталкиваться, что люди привозят масла с Валберса, Озоны. Такая какая-то сейчас странная пошла тенденция, то есть заказывать там. Люди с ума посходили. Вот этот, походу, вкладыш. Вот. Большой-то прям кусок. О, это вкладыш был. Блин. Сейчас еще раз. Вот. Люди привозят. Непонятно, от какого производителя что они покупают. Зачем они покупают. Хотя на том же Озоне в Валберсе можно перейти по ссылочке и выйти на покупателя и посмотреть его отзывы или что-то такое. Да, это вкладыш. Это беда. Это, как скажет Геннадий, это к деньгам. Вот. Тут, короче, огромные большие куски. Непонятно чего. Все это лежит здесь. И, то есть, только лишь после дефектовки, вон, прям тут вообще ужас. О, какие кусочки. Только лишь после дефектовки, то есть снятия, разборки двигателя, можно будет понять. А вот тут, смотри, какой слой. Он не смывается даже. Он все, он прям, не знаю, что это произойдет. Опа, вот это был лопух огромный. Вот. Все. Тут вообще прям просто двигатель лег. То есть, он, по всей видимости, долго гремел. Шумел, но... Да это... Ехал и ехал. Не важно было. Гремел, но ехал. Не важно было, да. У нас же как сейчас? Время тяжелое, денег нет. Ну, еще чуть-чуть поездим. Ну что, у меня просьба такая к владельцам автопарков, то есть это фирмы. К водителям. В первую очередь, машина, это вас кормит, да? Кормит как владельца, так и водителя. То есть, это ваша работа. То есть, надо бережней следить, наблюдать. Если не знаете, что да как, приезжайте. Расскажем, подскажем. То есть, какие масла, какой период и так далее, и так далее. А выходит так, что при поломке авто вы ищете крайник. То это производитель, то это масло там плохое или что-то еще. То есть, да, было плохое масло. Да, производитель сделал так, что каждые там 10 тысяч нужно менять масло. Ну, это же не значит, что его можно купить на Озоне, не там самое дешевое. Непонятно у кого залить его и ездить на 15 тысяч. Поэтому, в первую очередь, виноваты вы.